здравствуйте дорогие друзья подписчики канала пластинка т.в. очередная часть прохождения игры Gabriel Knight грехи отцов на моем канале устраивайтесь поудобнее мы с вами начинаем вы знаете дорогие друзья я кажется понял недовольство некоторых фанатов современными переизданиями старых игр это касается и Gabriel Knight и других а недовольство заключается в том что игры начала 90-х там середины даже 90-х так далее были но по современным меркам с очень примитивной и пиксельной графикой и когда делают переиздание как вот например в Gabriel естественно все перерисовывают все делают на современный лад и не нравится здесь игрокам то что вам в новой версии дают как бы уже стопроцентно готовую полностью картинку готовый образ а старых играх у игроков была возможность для того чтобы включать свое воображение ну как знаете практически как при чтении книг мы сами себе представляем тот мир который описывает писатель также мне кажется и со старыми играми что-то похожее было то есть там какие-то общие очертания картинки были конечно да но все детали вы додумывали сами и конечно когда вам в переиздании дают какую-то готовую картинку и что-то там не совпадает с тем как вы себе это когда-то представляли естественно вам это не нравится ну что ж а мы с вами находимся перед особняком марии геди нашей не знаю как ее даже назвать то кто она не не возлюбленная для нейтана не знаю как то в общем нейтан он нейтан гэбриэл или нейтана его можно назвать он гэбриэл найт поэтому нейтан сокращенно как так знаете ложится на язык проще поэтому нейтан скорее и воздыхатель мне кажется такое слово будет более правильно гарден дистрикт славится своими искусно построенными старинными усадьбами и особняками этот частный особняк безупречно ухожен да это мы заметим он действительно вылезом до блеска кристально чистого блеска при том что вот такие солнечные лучи высвечивают все возможные изъяны и их здесь нет давайте в адвентаре заготовим стыренный полицейский значок нашего друга коварно стыренный и постучим в дверь откройте полиция мы расследуем убийство разрешите поговорить с госпожой могу я вам помочь да можете выбираем единственный вариант который подсвечен желтым если мы будем выбирать другие варианты вот эти серые то дворецки просто не будет с нами разговаривать и уйдет кстати дворецкий такой приличный достаточно молодой такой подтянутый я хотел бы увидеться с малей геди извините но пока у вас нет установленной встречи или официального дела я не могу ее вас сообщить но тут все серьезно а как ему значок-то предъявить мне очень хотелось бы увидеться с малей геди я же сказал если вас к мисс геди нет никакого официального дела я не могу вас пустить так хорошо видимо надо было сразу значок на него применять вот таким вот образом меня зовут детектив мозги я из полиции самом деле интересно ждите здесь я сообщу мисс генди ну надеюсь полицейского то уж они примут мисс геди вас примет свой ходить и ну отлично о чем только наш герой с ней собрался разговаривать ума не приложу из гибель видал мисс геди скоро спустится слушайте а здесь тоже такая слегка мистическая атмосфера а это там вот жена шрека на картине сверху да так судя по виду только цвета немножко другого не зеленого вот тут в левом углу стены тоже статуя какая-то такая восточная здесь же справа античная наоборот какая-то смесь культур здесь в этой гостиной так а вот она чем я могу быть полезна детектив не знаю сейчас посмотрим что нам тут предложить не против если я спрошу вас кое-что полагаю для этого вы и пришли детектив ну конечно только ради этого ну что начнем с необязательных диалогов вот с ней мне интересно поговорить обо всем о чем возможно что вы можете рассказать мне о воду воду почему вы спрашиваете об этом детектив это же совершеннейшая глупость не так ли убийство воду это не глупость но это воду обман я прочла это в газетах да так пишут газеты но вас не убедила нет честно говоря не убедила отдел полиции не славится своим воображением вот как но вижу ваше воображение более развито да действительно чтобы работать с настоящим полицейским воображение порой лучше отключать что вам известно об убийствах воду убийство только то что я прочитала в газетах и что вы прочитали там уверенно вы знаете гораздо больше чем я детектив вы детектив я уже на английский манер сделал ударение детектив вообще на ее месте я бы спросил первым делом какого хрена вообще нам эти вопросы задает расскажите о своей жизни в новом орлеане семья гетти прибыла в новый орлеан в 1800 году мы много работали чтобы добиться своего положения с другой стороны мы многое сделали для общества верю прямо сейчас многое делаете для меня так шуточки продолжаются но ничего я уже к ним привык знаете что нибудь о змеях я не специалист в этом вопросе я не боюсь их как большинство людей да большинство людей не боится змеи интересный факт мне казалось что наоборот что можете рассказать о каноне святого иоанна кажется это какой-то местный праздник но я мало ним знаю самый самый короткий диалог пожалуй за игру ну все ее ответы самые короткие я имею в совокупности что вы знаете о марилово конечно я слышала не но не сказать ничего не могу но любой вопрос нет не знаю что-то слышала и так далее есть какие-нибудь мысли о том что означает кобрить санкор нет не знаю что это означает детектив это конфиденциальная информация мэм если бы мы сами знали что это значит знаете что-нибудь о масках животных маски животных не знаю чем вы говорите это элемент вуду расскажите о себе полагаю выбору нет что вы хотите знать детектив деми и батюшу и сапоза дон рели хава чои вот и уанна дитекти вот канды в пинк интересе так вот самый интересный вопрос для нас конечно же вот этот давайте начнем по порядку чем вы интересуетесь меня немного свободного времени но я ценю искусство опера симфония балет настоящее искусство если осмотреться можно заметить что мы например коллекционируем произведение искусства африки да очень красиво именно детектив это очень много значит для меня вы строите карьеру карьеру быть главой семьи гедди за 24 часовая работа у нас много имущества и много обязанностей финансовых и не только управление вопросами бизнеса и имуществом оставляет мало времени для других занятий маленькая бедная девочка верьте или нет богатство имеет свою цену ну да она права расскажите мне о своей семье геди у нас очень уединенная семья вас большая семья ну моя мать недавно умерла о мне так жаль мне тоже она была потрясающей женщиной мне мы были очень близки я ее единственный ребенок а ваш отец я никогда его не знал трудно поверить что есть мужчина способна уйти от женщины вроде вас или вроде вашей матери он не ходил детектив но это и правда не ваше дело он шар и извините продолжайте конечно городе есть другие дети у меня широко распространенная фамилия ясно интересно что же с ее отцом то случилось если она об этом не говорит то это что-то неловкое у вас есть муж молодой человек я независимый детектив моей семье женщины предпочитают на такой стиль жизни так мы никогда не были замужем нет и никогда не буду рабочую как насчет детей то это возможно когда-нибудь а как же если замуж она не собирается выходить откуда дети ну как вариант усыновить кого-нибудь но как-то странно хотел бы услышать хоть что-нибудь я получила в андербильте бизнес степень хотел изучать психологию но интересы семьи взяли верх вот как почему тогда неправо уверен вашей семье это пригодилось бы право я вас умоляю я соблюдаю нравы детектив причем здесь право и нравы уж извините за такое сочетание этих слов право это юриспруденция законы и так далее точнее мораль или еще что-то такое ну давайте еще разу к чему год покликнем от лаки и и джи стаба рэнс и детектив для протокола мне 28 лет хорошо учтем не знаю даже с чего начать но все теперь давайте поговорим о том о чем нам важно с ней поговорить можете рассказать что-нибудь о том что произошло у озера хотела бы но я никогда не видела не слышал у озера ничего необычного да и прошу там мало времени а наш вроде частенько в этом яхт-клубе то бывает как сказал нам возле по крайней мере извините но ваши глаза действительно завораживают никогда не видел такого насыщенного и глубокого коричневато-золотистого цвета если бы я разливал его по бутылкам то разбогател бы благодарю вас детектив на это интересное наблюдение хотя вероятно она не относится к вашему делу хороший детектив никогда не знает что окажется существенным изгеди тогда должно быть вы преуспеваете в своей работе это точно мы настоящие профессионалы по возможности упустить возможность да не мог не заметить что вы в отличной форме жизни где у вас такие сильные ноги занимаетесь в одном из клубов озера но детектив мне приносит удовольствие физическая активность а мне тоже собственно я имела ввиду плавание и современные танцы но не могу сказать что много тренируюсь на озере вот как ладно я просто спросил думаю это не займет много времени вы не детектив ведь так кто я не занимаюсь всем делом мисс геди вчера я видел вас на озере я подумал что вы из полиции потому что вы были там но вы не вели себя как полицейский кроме того точно помню что это другой человек представился фамилии мозги ладно вы меня раскусили я не из полиции меня зовут габриэл найт я писатель работающий над книгой вместе с детективом мозги что ж мистер найт теперь когда мы выяснили кто вы возможно вы сможете поведать истинную причину своего прихода что ж я собираю материал для книги потому что вы возможно что-то видели или слышали около озера я не люблю лжецов мистер найт хорошо хорошо вы правы я и правда только хотел увидеть вас еще раз можете злиться на меня если хотите но клянусь раньше я никогда не делал ничего подобного мистер найт вы соврали о своей личности и тратите мое время бессмысленными вопросами если бы это не была скрытая лесть я рассердилась бы вам повезло что я не вызвала настоящих полицейских думаю вам следует уйти мистер найт мали постойте только дайте мне шанс я уделил вам достаточно времени роберт вас проводит роберт роберт проводите пожалуйста мистера найта вон у меня такая жесткая речь по-английски сейчас была она действительно рассердилась большое спасибо чудесно провел время вот лажа вернее скорее вот блин было бы это перевести ну да ладно а чего ты ждал что она сейчас это кинется на тебя начнет срывать одежду и все такое нет дружище такого не бывает потерпев закономерную неудачу в общении с мисс гидди я предлагаю немножко проветриться давайте снова поедем наш любимый парк где мы так усиленно ловили мимо во второй части прохождения в джексон сквер друзья обстановочка тут уже немножко изменилась смотрите какие-то дуби-доги хот-доги продают тележка в виде хот-дога выглядит конечно мягко говоря странновато сразу хочется применить одну из шуточек нейтана фирменных так ну тут все те же музыканты все тот же барабанщик который подрабатывает на полставки около музея эй вернись о немыслимо проклятие что дружище у тебя улетела какая-то важная бумажка за эту оградку непонятно кстати зачем этот памятник огораживать таким заборищем чтобы его никто не обливал краской как у нас кто любит делать или еще для чего-то чтобы его не списали надписями дружище что у тебя случилось кстати собор у тебя по-моему вполне реалистичным получается продолжай в том же духе неплохой набросок эти принадлежности для рисования удивительны да они отлично подходят для нанесения линий углов окружности любых геометических фигур они очень точные но я предпочитаю делать все от руки с их помощью можно рисовать что хочешь они прекрасно подходят для сложных упорядоченных форм и узоров но не помогут мне быть как мане да тут нужен талант как дела жизнь боль я два дня работал почем зря видимо это он про вот этот вот улетевший рисунок на чем работаешь сейчас только что начал новый рисунок собора видимо это он как раз улетел дайте-ка взглянем на него рисунок приземлился возле статуи постоянно то встречать контирунда в этом джексон сквере ну куда стать то мы его наверное не сможем и как далековато он да ну-ка габриал не дотягивается до рисунка да увы и это конечно же не российский парк здесь ветки и и палки всякие длинные на каждом шагу не валяются а то можно было бы просто подобрать какую-нибудь подходящую деревяшку и ей подтянуть рисунок к забору и вытащить его оттуда так ну вот эти вот чуваки один играет на тарелке другой на доске гладильной они тут уже были в прошлый раз а вот этого паренька который пытается отбивать чечетку не было это он с собой носит такой раскладывающийся паркет что ли забавно забавно мальчик вдохновенно отбивает чечетку перед торговцем хот-догами продавец его игнорирует возможно он хочет заработать хот-дог для ребенка ты танцуешь довольно хорошо тогда дайте мне немного денег у меня их нет так не загораживайте обзор мистер ты выполняешь поручение есть деньги нет что-нибудь поесть нет на нет и сюда нет можешь пролять через решетку ограждающую статую есть деньги нет на нет и сюда нет как плохо что наш герой нищеброд деньги могут решить как известно 99 процентов всех проблем пока ничего не могу придумать ладно так может быть мы как-то можем заполучить хот-дог на джексон сквер расположился продавец хот-догов он уткнулся носом в книгу гэбрил замечать что это не его роман вот так сюрприз до видимо последний роман наш писатель написал слишком давно и он не был столь популярным можно мне пожалуйста хот-дог не сейчас я занят не амбициозный человек 90-е потрясающе но эту шутку нам русским жителям я думаю не понять про не амбициозные 90-е что у нас тут есть в инвентаре этот монет действительно никаких нету и еды тоже есть только дурацкий подарочный сертификат из нашего магазина который мы из кассы взяли у меня есть подарочный сертификат я занят сертификат магазина святой георгий на 20 долларов лучший книжный магазин в новом орлеане правда нужно будет как-то заглянуть можете забрать себе этот подарочный сертификат если дадите мне хот-дог хот-дог за 20 долларов сертификат конечно держите смотрите как классно спасибо дружище я тоже от хот-дога не отказывался жутко вредная еда но порой бывает очень вкусный все не так спокуха давайте отдадим хот-дог мальчик может быть он достанет тогда для нас и рисунок злополучный ты случайно не хочешь хот-дог хочу ну ты же понимаешь что все это не просто так и после этого придется немного поработать спасибо мистер если есть какие-нибудь поручения говорите у у нас есть поручение дружище а прошу прощения что я не понимаю как отдать ему поручение просто с ним поговорить да просто поговорить почему поручение не выделено желтым ты что-то говорил про поручение ага есть такое есть можешь пролезть через решетку ограждающий статуя могу ли я да посмотрите на хорошо там кое-что валяется до чего не дотягиваюсь может достать лист бумаги запросто отлично отлично мистер длинные руки длинные черные руки держите спасибо малыш пока отлично мальчик накормили и получили то что нам было нужно просто идеально теперь можем отдать этот рисунок художник дурацкий ветер теперь надо начинать все сначала дружище у нас есть твой более законченный набросок можем ли мы кстати не взглянуть архитектурный набросок собора святого людовика их жалко увеличить нам его не дают ну давайте тогда его просто отдадим это твоё не так ли мой рисунок как ты его достал но было немного трудно но я не хотел смотреть как ты мучаешься однажды я потерял единственный экземпляр своей рукописи что ж ты спас меня если могу ответить тебе тем же обращайся вы знаете что он тут говорил про какие-то геометрические формы всякие которые он там от руки делает может быть есть резон чтобы он нам как бы составил общий рисунок который должен быть вот из тех которые были найдены на местах убийства у нас же это все лишь обрывочки отрезочки ну-ка попробуем ты можешь восстановить рисунок по имеющимся частям вероятно рисунок идет по кругу и некоторые элементы повторяются не вопрос вот только здесь кое-чего не хватает если бы ты принес мне еще немного материала посмотрим что можно сделать материал ему еще приноси ну ничего себе а вообще мы ему еще не отдали знаете чего вот этот вот кусок ты моему не отдали наверное его тоже стоит выручить художнику у меня есть еще один из этих рисунков вот правда дай заберем отлично думаю теперь для наложения достаточно сделаю все лучше и завтра покажу тебе что получилось здорово очень благодарен прекрасно все завтра придем заберем надеюсь он с этими рисунками никуда не убежит и никому их не сольет потому что иначе тогда мы слегка нашего дорогого друга мозле подставим если эти рисунки куда-то утекут в какие-нибудь газеты не дай бог ну что ж можем вернуться в магазин святой георгий домой как говорится где-то выход то вот он выход давайте карте ребят на мотоцикл и вперед привет красавица это я убийственно рада тебя видеть как и всегда ну что ж дорогие друзья чтобы не затягивать излишнее видео мы с вами продолжим следующий раз следующий раз у нас должен начаться новый третий день в игре чтобы не пропускать новые видео подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайк если вам нравится мое прохождение комментируйте если хотите и вступайте в мои группы вконтакте и фейсбуке ссылочки в описании под видео и спасибо вам большое за внимание за просмотр ребят пока удачи Субтитры создавал DimaTorzok